В общем, поскольку у нас время немножко сузилось, будем уже маршрую презентацию. Нет, я уже решил. Виталик, сделай его. Все будет хорошо. В общем, меня зовут Виталик, я бэкэнд-разработчик, но в силу некоторых особенностей в нашем проекте мне пришлось позаниматься с проблемами, не связанными с девелопментом напрямую. Сегодня я хотел бы рассказать про такой продукт, почему такой маленький, который называется Splunk. Это с их неофициальной документацией, однако в двух словах это big data проект, который позволяет собирать, индексировать, а потом в удобном виде использовать и визуализировать некоторые данные. После чего я расскажу, для чего он обычно используется и для чего он был задуман, я хотел сказать, озвучить очень известную цитату британского консультационного бэкэнд-разработчиков, тех видов и тех лидеров. Она звучит буквально следующим образом, как говорили в наш язык. Все, что вам нужно, это только логия. Я точно уверен, вы эту фразу слышали, и она позже появилась по всему миру. Собственно, что такое Splunk? Опять-таки, это фразу, который позволяет и который был нацелен на изучение и более удобную обработку логов приложения. Потому что наше приложение хорошо, пока оно работает. Когда оно перестает нормально работать, мы обычно не знаем, что делать. И приходится читать наши логи. И в худшем случае это уже не акрология. И о качестве Splunk как о продукте можно сказать только то, какое количество людей и компаний его используют. В данном случае это около 8000 на данный момент. Здесь очень широкий спектр компаний, занимаются разными делами, но мой взгляд зацепился только за одну. Вы тоже знаете. Это Adidas. Это продукт высокой четкости. Я бы не сказал. Что такого замечательного в этом Splunk? Они нацелены на логи, и они очень хорошо имеют их оборудование. Возьмем, к примеру, AdSysLog, который записывает все наши реквесты, которые заходят в приложение. Если это Tomcat, либо это Apache, то он может разобрать каждую запятую. Он знает, что это, и в последующем нам не нужно об этом заботиться. Мы просто начинаем это использовать. Об архитектуре. В целом, Splunk можно установить одним-единственным инсталлятором. Он развернется, и мы его уже можем использовать. Можно конфигуировать, можно нет. Но в целом, он состоит из основных таких частей. Сейчас я подочку. В целом, у него составная часть. Здесь, наверное, не будет хорошо видно. Однако, это Serach Heads, поисковая головы индекса, основное тело. Форвардерс и АПИ. Собственно, кстати, насчет АПИ. Splunk никак не связан с Java по рынкам, как и АПИ. И они очень сильно этим кичатся. Они говорят, что мы не используем эту вашу популярную Java. Они написали его на крестах и питоне. И думали, что этим стало намного лучше. Однако, что по поводу составляющих частей. Как видите, Serach Heads стоит на одном уровне. Индексер на втором. И где-то там внизу наши форвардеры. Между собой они связаны неоправдной звездой многие ко многим. В двух словах, что и что. Serach Heads. Это точки входа юзера. То есть это наш UI. Это наша валидация запросов. Это передача запросов на индексер. Индексер. Это, повторюсь, это основное тело нашего спланка. Это мощный инструмент разбора, хранения и записи наших данных. Форвардер. Это необязательная часть. Она используется, когда спланк собирает множество данных практически по всему миру. Либо со многих распределенных систем. И он попросту передает данные с одного метра в другой. Также он может эти данные немного трансформировать. Либо добавлять некоторые данные, либо на основании этих данных произойти трансформации. И решение, куда нужно перевести этот поток. Следующая, самая интересная часть в планке, как он обрабатывает данные, которые на него поступают. Всего три основных степа. Первый, это собственно парсинг. Второй, индексирование. Опять-таки. И хранение его импровизированной базы данных. Парсинг, себя представляет, чтение логов и разбитие его на мелкие части. Опять-таки, если мы возьмем access log, то кто знает, кто с этим сталкивался. Каждая строка, это отдельная запись, это отдельный логический элемент. Он на них разбивает. Если мы возьмем логи нашего приложения, то у нас там так или иначе могут появиться, например, стек-тарвисы. И у нас первая строчка. Это просто заголовок о том, что произошло, кто где упал, с какой ошибкой. Второй, это собственно путь к проблеме. И все равно, эта большая часть, это одно целое. Первым делом Splunk распределяет, разделяет логи на такие полосочки. И если один ивент содержит множество строк, то иногда у него это не получается. Очень частая ситуация, опять-таки, с тем же стек-тарвисом. У нас один ивент. Это чисто заголовок, второй, собственно, на весь стек-тарвис. Иногда это доставляет боль. Когда у нас в первой строке и в остальной строке есть повторяющиеся слова. Мы хотим найти количество ошибок, которые насыпали определенного типа, и мы получаем некорректные данные. Также, что делает Splunk? Он идентифицирует таймстемпы. По сути, это просто правильно. Когда произошло данное действие? Что в нем хорошего? Он понимает практически все типы дат и умеет их парсить самостоятельно. Нам ничего не нужно для этого делать. Следующее. Он изымает из наших логов такие поля, как хост, source, source-type. Хост это та машина, на которой было записано. Source это практически полный путь, где лежит наш файлик. Source-type это то, что мы сказали в самом начале, когда Splunk. Вот здесь лежат наши логи. Мы говорим, вот эта кучка файлов это access логи, вот эта кучка файлов это наши application логи, либо что-то еще. В будущем нам эти поля очень сильно пригодятся. В частности, относительно source-type. Мы можем сказать планку, я хочу увидеть source-type, source-type, access-log. И все. И мы будем работать только с ним. И будем видеть только наши эквесты. Мы не будем подмешивать ошибочные данные из рейфа. Еще один большой степ в этом процессе это сегментация ивентов. Что она из себя представляет? Сегментация это разбитие нашего ивента на более маленькие кусочки, с помощью которых будет легче искать. Это вот такая вот цепрессивная рука. Для меня это, кстати, было небольшой неожиданностью. Я думал, Splunk использует ивенты в целом виде и каким-то очень хитро-магическим образом делает по ним пользу. Оказалось, все намного банальнее. И магии тут не произошло. Splunk производит сегментацию на разных уровнях. Первый, самый простой, это author. Вот возьмем, к примеру, любой IP-адрес. И в результате author сегментации мы получим наш IP-адрес. Он, конечно, быстро выполняется, но он не особо нам помощник. Внутренний. Более тяжелый вариант, когда мы берем наш IP-адрес и отбиваем его на составной части. 192.0.2.2.2.3. И под ним производим курсик. Следующий еще есть вариант. Ага, на секундочку. Да, это самый такой среднячок. Есть еще full, то бишь полный вариант парсинга, который всегда включает как внутренний, так и внешний. Но кто сказал, что full, это нечто большее, мы берем из IP-адреса 192, 192.0, двоечка и, собственно, полное значение. Он, конечно, самый медленный, но при этом он позволяет производить поиск на полное. Я хотел в течение этой презентации показать небольшое демо. У Splunk есть вариант использовать их облачный деплой, но, к сожалению, сервер немножко устал и он не работает. Я только что проверил, где оно не будет. Там можно было бы увидеть, введя мышкой по IP-адресу, мы ее введем мышкой, он делает подсветочку здесь, захватывает следующий кусочек, следующий, следующий. То есть по умолчанию делает full segmentation. Что такое индекс? Индекс, по сути, это у нас комбинация наших своих данных, ивенты из наших логов, которые имеют ссылочки на наши индексированные файлы, файлы индексов. Файлов индексов много, их очень много, но они собираются по отдельным и той же папкам. В частности, каждый индекс находится в своей отдельной директории. Индексов получены три. Первый индекс main, это все наши данные, которые мы партируем, наших логов. Inner, это логи внутренние с планка, которых надо можно посмотреть, если мы душ очень плохо. И есть аудит, который содержит в себе все серчи, которые мы сделали, все наши действия. Так, а индекс внутри себя также содержит следующую структуру. Он состоит из пакетов. Слово этого вам очень знакомое. И здесь он, в принципе, означает то же самое. Ивенты пропарсенные и уже проиндексированные первым делом попадают в первый пакет, который, по сути, тоже папка. Подпапка, той папке, которую мы только что смотрели. Он называется HOTS. И далее идет по пути. Вором, колл и фроузом. Путь этот определится следующим образом. Вот наш горячий пакет. Сюда зашло все самое свежее. Мы с ним работаем. Это единственный пакет, который и записывается, и считывается. Он самый быстротекучий. И у него политика по переполнению. Перегнать более 100 расстаток, которые у них есть. Следующий пакет. Теплый. Вором. Он также работает по переполнению. Однако в него уже записывать свежие венты. И венты нельзя. С него происходит только чтение и поиск. Далее, опять-таки, по переполнению вором. Данные перетекают в колл. Здесь тоже ничего такого особенного нет. Однако эти данные уже, по большей части, даже не ищут. По имени кто не производит поиска. Они со временем, когда везде у нас место заканчивается, переходят в состояние фроузом. И это практически мертвые данные. Мы можем настроить план, чтобы он либо удалял их, либо архивировал и вложил куда-то в оборудовательное местечко. Вдруг нам когда-то понадобится. Либо у нас есть какая-то политика вроде хипы, что мы должны хранить данные в течение с этих лет. Собственно, как пользоваться поиском в спланке? Опять-таки, повторюсь, к сожалению, не работает сервер. Я на это рассчитывал, но приду собрать назву и посмотреть. Самый основной принцип, который говорит спланк. Вы хотите найти слово, введите и нажмите Enter. Собственно, и все. Можно было бы сравнить язык, который пользуется спланк с SQL, но нам нужно писать каких-то дополнительных ключевых слов, чтобы начать свой поиск. И правила поиска тоже довольно простые. Любые слова, которые мы вводим, они не делаются чек на case, а не case-insensitive. То есть мы хотим поискать слово error. Мы пишем с большой буквы, с маленькой, всеми маленькими, либо camel-кейсом, и мы все равно находим наше слово. Ключевые слова, функции, это все тоже case-insensitive. Нам не нужно об этом заботиться. Единственное исключение это булевые операции AND, OR и NOT. Они обязательно должны быть большими буквами, иначе не будут рассматриваться, как обычные слова, которые мы хотим найти. Слова, которые мы вводим в поиск, между ними по умолчанию подразумевается AND. И если мы хотим в том же RCC-слоге найти слова static и ejs, мы пишем так, static и ejs через пробил, и все. И мы найдем только те ивенты, которые нас содержат оба этих слова. Если мы хотим найти все возможные варианты, где есть хотя бы одно слово, мы их пишем вручную OR и наслаждаемся. Если же мы хотим найти некую фразу, мы берем эту фразу в кавычки. Обычно наши любимые кавычки, когда мы взяты слово AND, и у нас будет производиться поиск по фразе, а не как сказано в облах второго приложения. Также разрешены крогосковочки для того, чтобы можно было опирировать, в частности, булевые операции. И wildcard, дикая карта, звездочка, тоже может применяться. То есть если мы не уверены, на какую букву она заканчивается, слово JS, может GZ, мы вместо этой буквы Z непонятно ставим звездочку и получим некий, может, более широкий результат. Так выглядит основная страница поиска, которую мы с вами, как разработчики, можем использовать. Сколько обычно всеми такими зонами занимаются дирекцией, но нам приходится здесь тоже. Сейчас я попробую. Здесь у нас... Спокойно. Основной орган управления, которое нас интересует, это вот этот зеленый прямовольничек. Сюда мы, собственно, вводим наш критерий поиска, наш как бы с планкой SQL. Здесь вот сбоку зелененький, виднеется выпадающий список, который позволяет настроить временные рамки, в которых нужно искать. Он очень гибкий, он позволяет искать в абсолютных величинах, в относительных величинах, 15 минут назад, год назад, все что угодно. Однако не было бы сказка так хороша, если бы эта штука очень часто не выключила, и она не теряла данные, которые я хочу попробовать найти, имею в виду даты. Далее, по результату поиска мы получим здесь же, под этой строкой, списочек наших ивентов. Да, очень хорошо. На них можно посмотреть, из них можно выделить отдельные слова, сделать поиск по ним, и сбоку, здесь слева мы увидели все наши ивенты, которые, все бы наши ивенты, которые были пропарсены с плана. В частности, с экс-слогами мы увидели бы все наши сосечки, которые он смог найти. Минимальный набор команд, который может пригодиться в использовании, серьезно, не такой большой мешок только этого молодого человека. Буквально по пару слов. Гулевая операция, да или нет. Для вывода статистики. Для вывода статистики мы можем захотите видеть наши данные в виде таблицы, либо в виде каких-то статистических данных. Что можно с этим сделать? Статс нам позволяет сразу производить агрегацию, как у нас в SQL-е используется в Routby. Мы можем это дело сразу по нескольким полям, которые у нас определены, собрать в кучу и вывести в такую же табличку. Варианты чертов. Первое сразу нацелено на временные промежутки. Во второе можно задавать по осям, по каким данным, где мы хотим делать тоиск. Точнее, выводить данные. Бакет очень крутая функция, позволяет прямо в поиске задавать градацию времени, по которому мы хотим искать. Это актуально и для таймчарта, и для чарта, и даже для статских трибул. Двух слова, что она делает. Мы говорим, Бакет, раздели нам, пожалуйста, поиск по одному дню. И у нас агрегация будет разъединиться по одному дню. По умолчанию это размер 1 секунда. Можно задать месяц, два дня и так далее. Очень иногда помогает. В частности, эта штука помогла увидеть довольно простым способом нагрузку на наши сервера. То есть, мы взяли и на основании количества запросов в одну секунду, затем в одну минуту, выведя нашу статистику, мы увидели наши пиковые часы нагрузки и чем это она может, собственно, относить. Также в течение поиска можно провести небольшие магические изменения с помощью двух команд Rx и Eo. О них я расскажу чуть-чуть позже. Да, по поводу магии. Не секрет, и в общем-то я не открою Америку, что Splunk использует под капотом множество Rx. И мы можем также использовать их в свою пользу, практически вручную, для этого есть тоже специальная страничка, она называется Filtrex Rector. Он позволяет нам из наших логов, которые уже пропарсены, выделить еще какие-то отдельные кусочки и дальше они будут по умолчанию парситься на этапе разбора наших логов. Вот так примерно выглядит эта страничка. это будет уголчание. Убилитики. Убилитики. Слева-сверху и вниз пойдем по краю. Буквально несколько стыков, которых он прилагает Splunk, чтобы заполнить, решить нашу проблему. на первом статусе мы выбрали, будет это Rx, либо это будут какие-то семитерные участки данных. Мы говорим, что это будет Rx. Берем один event для примера и выделяем здесь уже в нем участок, который нас интересует. Я выбрал дату и здесь вот таким вот ободочком обведен уже существующий мной созданный экстракт. Далее, если мы очень сильно хотим, можем раскрыть выпадающий список, который уже открыт. Видите, Rx, который производит этот поиск. Он довольно сложный и в нем, пожалуй, самое интересное это то, каким образом Splunk показывает, что я хочу вытащить. что я хочу вытащить некоторое поле. Он в своем поиске опирается только на относительные величины, на слова и буквы в прямом смысле. Он не опирается, то есть какие-то символы, количество повторений и так далее. Здесь вот такой паттерн, открывающийся скобочка знаков просто P и вдали в угловых скобочках у нас идет имя нашей перемены, которую мы хотим вытащить. В данном случае это TAMI-TIME. И что нужно для себя понять и прочувствовать? Левая часть до открывающейся скобки говорит, что идет о переменной. Здесь, после угловой скобки до закрывающейся у нас идет признак того, что должно содержаться в этом TAMI-TIME. Здесь у нас говорит о том, что это будет все кроме слыша, точнее, все кроме закрывающей скобки. Множество символов. Далее, обычно, после этой секонструкции идет еще некий реакция, который проследует из себя остаток строки, чтобы более точно указать, куда она начинает смотреть. Если мы RGX не сломали и здесь план смогу по умолчанию его нормально вытащить, мы внизу видим результаты, которые можно предложить. Вот он вытащил пару данных 25 ноября вместе с системой. И, в общем-то, мы можем с этим согласиться или нет. там дальше есть две вкладочки. Собственно, обработаны ивенты. Вот первая вкладочка. На ней полный список того, что он нашел за какой-то определенный продолжительный времени. Обычно это там проекта 20-30 записей. На этой вкладке конкретно то, что он смог вытащить. На левой мы имеем полную запись, которая подсвечена наше объект, наше поле вытащено. Оно подсвечено цветом. За один раз можно вытащить несколько полей, не только одно. Этот же механизм используется в планке по умолчанию при партии, собственно, начальных данных. Поехали дальше. Да, монет продолжается и она все так же связана с регулярными поражениями, только мы теперь хотим их использовать ручной. Кто работал с конецом, тот знает. Была у человека одна проблема, решил решить ракетство, теперь нет две проблемы. Для чего можно использовать? Это команда x, о которой я сказал чуть ранее. Ее можно использовать для того, чтобы вытащить прямо при поиске некоторое поле. Для чего это может быть нужно? Мы выяснили, что нам нужно найти какое-то поле данных, например, большая ошибка, во ней нас слово интересует только контроля. При обработке всего объема данных нам это не нужно. Оно нужно только сейчас, чтобы найти проблему и потом передать ее кому-то, чтобы решить, либо решиться им. То есть, то, что мы сделаем здесь, оно будет живо в процессе нашей сессии работы со спланком, собственно, только для текущего, скажем так, селекта, и она не будет нигде сохраняться. Далее, мы можем произвести поиск и замену. Используется хитрый способ, называемый set, может кто работал с Unix или иными системами, он там очень популярный. По сути, представляет из себя практически тот же синтаксис, только вместо rgx выражения у нас записывается сет выражения. Оно выглядит немного странно. примерно вот так. До первого свеча у нас режим, далее идет то, что мы хотим найти, то, что мы хотим заменить, и еще флаг. Мод у нас это буква s или y. Мы хотим заменить стрингу либо какой-то символ. Кто знает, у set есть еще больше других вариантов режимов, но они не используются здесь. И флаг. Можно флаг вообще опустить, и тогда это будет означать g либо global, если мы заменим все. Либо вставить некое число, которое говорит, что нужно заменить n-ое по счету хреждений. Это не единственный способ поиска и замены. Есть функция replace, которую можно будет использовать. Так, поехали дальше. Вторая махическая команда evil, нет, не evil, это просто наше ключевое слово для поиска математических всяких выражений и их описания. Функций довольно много, они все разные, и буквально пробежимся по ним это всякие варианты сравнения, if, либо case, перевода типа данных, то бишь conversion, либо cast, криптография, шифрование разными видами, работа с датой, информационная, типа есть это bull, это null, или это не null, математические, ups, экстракт и так далее. Multivalue, я бы не хотел себе намного о них рассказывать, но это такая очень глубокая фича, когда одно поле можно представить с разными какими переменами. В частности, его можно использовать для парса чассона, который у нас лишит блоков, но который мы не можем пропарсить на этапе индексирования. Статические вещи типа max, min, и партнон, ну и работа с текстом, конечно же, длина, перенести верхние истры, нижние истры и так далее. Синтаксист довольно простой и он, по сути, повторяет синтаксист. Синтаксист. Первый униет имя команды evil, поле, которое мы хотели бы создать и поражение, которое бы мы хотели, с помощью которого хотели бы нести данные в это поле. небольшие примеры. Первое. Мы можем создать новое поле с неким значением. Опять мои любимые сослуги. В них обычно данные переводятся в байтах, переводятся в байтах. Нам же просто может понадобиться килобайты, и мы можем ввести нашу новую перемену и затем ее использовать. Да, можно это сделать уже в статистических функциях, да, это можно вообще не делать, либо можно перевести в эту же перемену и ее определить, сказать байт, все равно байт следит на тысячу, и мы получим два байт. Это тоже дело вкуса и мы для него состоим в душе. Далее мы можем взять и ввести некоторые условия. Например, мы захотели пошутить на 1 апреля и нашим доволцам статистики вывести вместо статусов наших реквестов что-то вроде хорошо, либо не очень хорошо, моя проблема, твоя проблема. Обычный кейс мало чем отличается от обычного нам. Самое главное, это игвал позволяет использовать функции, которые я показал чуть ранее. В частности, тот же replace, видите, он более понятный, URI, или контрат, поле, такое у нас имеется в венте. Мы говорим, что мы хотим заменить, в данном случае, это циферку. И все циферки будут заменены одним единственным словом. То есть, совокупность цифр будет у нас представлена наоборот. Зачем это надо? Затем, чтобы суметь вывести паттерн реквестер, к примеру, который у нас актуальный для промежутка времени, либо для того, чтобы просто сократить эти данные, поскольку нам их нельзя показывать. Ну и работать с текстом. Здесь все довольно просто. Используется операция точка, чтобы нужно было совместить два поля и поместить его в какую-то новую переменную и использовать. В частности, Splunk нам помог увидеть и решить проблему, которая была у нас на продакшене. К сожалению, мы не знали на тот момент полную конфигурацию нашего инврамента. И однажды утром к нам поступила бага, проблема, и звучала она буквально с общим образом. Юзеры могут зайти в приложение, они видят пустое. Ребята-вяточки начали смотреть, в итоге тот симптом, который подходил, это полное отсутствие CSS. Причем у некоторых юзеров оно есть, у некоторых нет, у некоторых переговоров не страница оно пропадает, у некоторых нет и так далее. Полный флоринг. Ну, причину мы сразу выяснили. Отсутствие CSS. Как это может быть? Все вроде бы сервера работают нормально, отдают CSS. Заходим напрямую, да, у нас продавшин представляет четыре аппликейшн сервера, закрытые за блокбалансером. Заходим на каждый, все работает, все супер, отдаются. Ну, как такое может быть? Возвращаясь к филду source, мы это дело сагрегировали по source и далее по хосту и видели, что у нас внезапно не четыре аппликейшн сервера, а пять. И пятый как раз мне отдают CSS никогда. Не смогли его нормально поднять, браво и господа, пока мы спали, и внутрь получилась проблема во всех офисах. Здесь subsearch. Да, в спланке тоже есть join. Join немножко больше, чем мы привыкли видеть. И о них рассказывать придется долго, мы пробежимся только о том, что они могут делать. В частности, присоединять данные снизу либо сбоку. Как такое может быть? Мы берем CSS-log, берем, к примеру, нашу сессию и хотим видеть, что в этой сессии происходило по нашим аппликейшн-логам. Мы это дело соединяем и видим результат. Здесь есть append, который делает присоединение снизу и join, который делает на ригуус append calls присоединение снизу. Я пользовался только join, grab and call но ради эксперимента. В частности, как помог join? Он помог определить по аппликейшн-логам как у нас живут сессии. У нас была проблема тоже, мы могли понять, создается множество сессии и не пропадают. То есть вроде бы не заходят, вроде бы нет, вроде бы не выходят, а вроде бы нет. Мы смогли с помощью этой штуки увидеть, как на самом деле происходит жизнь людей на нашем приложении, пересечения и кто под каким логином зашел и вышел. Что неприятно может быть с join'ами? Они могут превратить нашу жизнь в сущий ад, но это легко чинится. А в чем суть? В логах мы видим нормальный человеческий вид времени и даты. После join'ов мы сто процентов получаем вид в Unix-виде. То есть это простые банальные цифры. Делается это чиниться с помощью одной единственной команды перед выводом данных в наш table или в наш stats. Звучит она как convert. Это тоже зависит на слово time-формат. И мы говорим, чувак, верни на пожалуйста так, как оно было до этого. Вот это поле нас интересует time и time. А в частности вот эта вертикальная строчка здесь неспроста. Поиск в планке делается очень просто. Мы задаем слова, чтобы затем произнести какую-то конвертацию, агрегацию либо выбор данных мы должны переводить данные с помощью пайпинга. Мы тоже встречался с Unix-системами или даже Windows-системами в батничках. Это можно делать. То есть результат одной команды передаем на вход другой. Вторая команда в нашем случае это Conver. Что еще также, глядя на этот пример, хотелось бы вспомнить из плохого. Это не любовь, сплав как ты пробел. То есть если бы это была команда REC, REC, то нам обязательно нужно было бы поставить RNO и после RNO сразу же писать кавычки в нем выражение. Если мы ставим пробел, мы не получим ошибку. Он нам скажет результата нет. Однако по факту мы неправильно задали уже формат обращения к этой команде. И это очень сильно доставляет неудобства. Итак, что по поводу репортов, что по поводу вывода данных. В частности, это может быть нам интересно для того, чтобы показать результат нашего поиска более неогромененным кодингом людям, то бишь как QC, менеджеры либо те же девоксы. Первый вариант это задать алерты. По сути, суть их очень проста. Суть их очень проста, делаются не очень просто. в частности, алерты. Что они могут делать? По тому времени, как они тридерятся, можно настроить их на ссылку email, можно настроить их на запуск некого скрипта, баш либо бак, зависит от системы. Они должны лежать в коридорном баке бесплатно, чтобы он мог их видеть. Либо даже сделать некий постзапрос на какой-то наш сервер. Создавать игрок это очень просто. Мы делаем обычно наш поиск на странице поиска. Когда у нас удовлетворяет, мы нажимаем кнопочку сохранить, мы задаем имя, мы задаем кондицию. Кондиция это варианты запуска по времени, либо можно даже задать крон выражение. Собственно все. Все сохранилось и будет работать. Наконец эта страничка. В частности вот там на серверфоне остался мой поиск, которого я хотел дали использовать в Эльвард. Я сейчас попробую произвести. Такая незамысловатая строка, которая говорит, что из логал хоста, из этих слогов выбери мне, пожалуйста, уникальное QRI, которые были запрошены. Само это окошко тоже незамысловатое, очень простой урок. Расстоящее. Мы задаем имя, как я говорю, уже задаем кондицию. уже есть предустановленные варианты запуска каждый понедельник в некоторое время, либо в любой другой неделе. И самое прикольное, это на что опираться, на какой результат поиска нам нужно опираться. Мы можем взять конкретные данные с поиском, мы можем взять количество данных, либо их присутствие-отсутствие. В данном случае это количество в результирующем выводе было больше нюля. То есть хоть что-то нашли, уже плохо, уже делаем отсыл. Зачем можно понадобить сайвера? Каждый день вам нужно делать поиск возможных ошибок. С его помощью вы можете получить нодификацию на почту и затем уже пытаться куда-то заходить и что-то пытаться искать. Это я и говорил. Возможные экшены запустить скрипт, отослать email либо сделать пост-запрос. Если мы платим сюда, мы должны будем ввести только URL, на который нужно сделать пост-запрос. В теле пост-запроса полетит результат нашего поиска. Второй вариант очень мощный это дашборды. Они позволяют нам как сохранить внутри спланка некий эквей, который мы сделали, наш поиск, который можно будет потом переиспользовать. Также шарики эти данные. Дашборды могут выглядеть очень круто, например, вот так. Куча оперирующих данных, какие-то столбики непонятно почем и кто сколько завинил по всему миру. ну и с такой собственно скоростью. Создаются они тоже очень просто ставим формы, тоже делаем поиск, просто сохраняем, говорим, что это у нас дашбор будет лежать там, и все, очередной профиль нужно использовать. Здесь страниточка тоже. дашборды. Дашборды. Их можно прокировать. И в данном случае мы хотим либо новый создать, либо добавить существующим. Создаем ему title, некий name. Это поле создавца само. И мы далее решаем, хотим ли мы только себе его создать, либо показывать всем. все, отмажали сейв и далее нам будет предложено либо посмотреть его, либо продолжить его, либо отказаться и вообще заняться следующим делом. Что по поводу того, как можно его попробовать, как его можно использовать и вообще стоит ли его использовать. Первый вариант, ну точнее спланксом по себе, он фигурируется как бесплатное предложение на первые два месяца. Надо сэкономить. Но есть несколько ограничений. Так, что у меня тут? Окей. Варианты его получения. Мы заходим на сайт plan.com, задаем аккаунт, обречаем всякие глупые или не очень глупые вопросы, кто-то зарегистрировались. Далее можем его загрузить, установить. Никаким площадь телообъезжей не нужно. Либо воспользоваться клаудом, который меня сегодня к сожалению не позвал. Но и это не все. Мы можем взять и то и то. Сохранить еще немножко шейки. В чем прикол этого начального использования? Сплан дается нам в полном объеме. Сплан однако есть ограничение, что мы не можем индексировать более полу гига в день. Но для того, чтобы пропустить все функции, этого более чем достаточно, поверьте мне. После того, как мы исчерпали свои 60 дней, у нас пропадают из планка множество фич, такие как дашборды, алерты, нотификации и в частности проверка логина. То есть он у нас становится как пабликей. Любой может зайти, любой может увидеть. Мы не можем создать него юзеров, он у нас один для всех. Кто имеет к нему доступ, может зайти и сделать все что угодно. То есть по сути у нас после триала остается наш индексер, наш механизм обработки и поиска данных и только мы можем использовать. Однако это можно делать вечно. Самое прикольное, самое ужасающее это лицензирование с планка. оно поставлено на объеме данных, которые пропускает план через себя в течение дня. Гигабайт в день 10, 50 либо 100. Это объем входных данных, которые потом будет с планк парсить и помогать нам использовать. Как вы видите 4,5 тысячи и далее поспадающий. То есть если мы хотим взять 100 гигабайт, мы за каждый гигабайт заплатим 1500, то есть в сумме это 150 тысяч. Это в месяц. Цена сумасшедшая, но есть один трюк. У них два вида лицензии. Либо ты платишь самую полностью, либо ты покупаешь лицензию на команду. А команда это не просто команда, это может быть команда из компании. И в принципе многие так и делают. Они покупают какую-то большую лицензию, потом частично ее перед продают на другие компании и это полностью легально. То есть мы, к примеру, покупаем 5 мегабайт и платим за них значительно меньше, чем могли бы заплатить по этой цене. Собственно, это единственное, о чем нужно будет думать перед использованием этого продукта. Я не думаю, что кто-то из наших заказчиков, я имею в виду к примеру, американских заказчиков захочет использовать вот такой цене. Однако как можно к этому прийти? Это может случиться, что наш любимый американский заказчик уже использует сплан, либо попросил нас, мол, ребята, найдите что-то, чтобы мы потом могли увидеть, как и почему упало наше приложение. И первое, думаю, на что придется обратить внимание, это лицензирование, поскольку все остальное в нем в принципе шикарно. В общем-то и все. Спасибо. Спасибо. Ивент это логическая единица нашей записи. То есть у нас в 2 часа дня произошел реквест. Эта информация это будет 1 ивент. Либо у нас в 2 часа произошел crash и мы получили стектарис. Вот это все это тоже будет 1 ивент. На примере простого текста к примеру возьмем текст заголовка у нас первый абзац это 1 строка это ивент. Второй абзац это 4 строки это ивент. Третий абзац у нас не очень красивый 50 строк это тоже 1 ивент. Обычно идет разделение обычно логии содержат признак даты в самом начале и все, что имеет новую дату это новый ивент. что это может быть то есть кто может поставить как бы один и тот же лог с одного и тот же сервера в одну срочке не такой ниткой и вы их полностью как бы подъектив без чего это есть. Я вот чуть-чуть не попросил не понял. Посмотри, у нас приложение создает приложение создает и пишет блоги. То есть мы в своем коде где-то пишем логинфо все хорошо где-то там потом лог-эррор и пишем ошибки. Мы как бы когда пишем код подразумеваем что это два разных ивента. И сплан делает так что он это понимает и тоже разделяет их как отдельные ивенты. Об этом спрашиваю. Немножко не дорого. Таня пошла по стектрайсу. Что мы шукаем сразу не стектрайсу? Он покажет байс стектрайс и мастер и покажет им срочку стектрайсу. Покажет все. Результат нашего поиска это совокупность ивентов. То есть это сырые данные. И все слова которые мы находили они могут даже повторяться внутри стектрайса. Например пакет какого-то класса общий пакетный. Он может быть несколько раз стектрайсу. Он покажет нам ивент и несколько раз подсвеченный наш пакет. Если мы потом возьмем и выведем данные в агрегированном виде с помощью команды стакс или тейбл то мы уже увидим только результат, который мы внесли в эти команды. с помощью команды не увидим. Все сюда. Мы перестали использовать план потому что постоянно были случаи когда мы начали перехватить за объем данной лицензии. при этом мы не хотели продлить в 10 раз больше потому что мы на 100 гб больше поиндексировали лицензии. Была изначальная идея спасаться тем, чтобы останавливать индексирование если мы подходим к какому-то но мы не нашли негетого рубильника сейчас что-то поменялось есть такое? нет тушим спанк и ждем мы включаем вообще принятие спортеров спортеров они будут стрелять и мы будем на них так можно вопрос а что вы использовали вместо? вместо? да сейчас и как? я не использую спортеров вообще ребята довольны не жалуются а сколько он стоит ну по идее еще плюс он гораздо проще в сетапе потому что там становится агент просто агент больше ничего не надо а тот спон который был у нас там целый процент интересно ну когда дело доходит до продакшена да но в частности локально его можно поставить тоже берем экзешник запускаем говорим вставай здесь и все происходит все да дело доходит до больших вставать ну я не вставай а вставай там ну небольшая адреса будет зависит от того сколько у нас данных заходит в него но последние 5 минут последние 5-15 минут мы увидим а прямо сейчас запрыг да будет задержка но зависит от того сколько у нас данных И, по-моему, это можно немножко наконфигурить, сказать, что чуть-чуть позже я начинаю показывать данные, либо чуть-чуть раньше, и тогда он будет больше напряжать систему. Какие аналоги вы брали в ансорсинге обоих? Аналоги? Не рассматриваю. Поскольку у нас используется на проекте, и мне пришлось с ним работать. В частности, да, в самом начале я его вообще не понял. И я пошел как бы по харкорному пути, я выбирал за промежуток времени, потом это дело вливал в радиационную базу данных и пользовался обычным группой. Это произойдет. Продолжалось один день, на следующий день я то ли выспался, то ли что, на следующий день было получше, я понял, что лучше как-то попробовать с ним работать, потому что так до времени сумасшедше. А у вас смарт может быть фикка-дата-сорсию на один пайп, на один стрим пустите? Это можно уточнить. Ну, например, у меня есть несколько дата-сорсов, в которых стримит логин, а мне нужно фильтрованный аутпут агрегорный на один датбор, чтобы с логин стримился. Можно показать и такую стримку по сорс-тайпу, либо по полному пути. Ну, соответственно, можно использовать звездочки, говорить, что сначала нас не интересует, главное, чтобы мне было там онлайн-пм некоторое, и собирать уже все это дело вместе. В частности, придется, скорее всего, пользоваться join и subsearch, потому что данные, скорее всего, будут иметь разный формат и разную структуру. И мы не сможем одним select, одним поиском захватить все и показать все. Ну, есть subsearch. Что еще? Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.